В аптечке у американцев ни зелёнки, ни йода, ни активированного угля вы не найдёте. И ради этого я вам поехала, попросила меня съездить в аптеку, купить вот такой огромный крем. И там маленькую пипитку, пипиточку такую здесь замазать. Ребята, привет! С вами Татьяна на канале Американская жизнь и русской жены. Сегодня интересное видео. Муж вчера... Ну ладно, не буду начинать с этого. Короче, сегодня я поехала на занятия в колледж. К концу занятия у меня муж написал смс, что ему нужно какое-то лекарство. Заедь, пожалуйста, в аптеку и купи лекарство. Но я думаю, как, это же прекрасный повод сделать видео. Так вот, как обстоят дела с лекарствами в США. Когда мы были в России, мы были наслышаны о том, что здесь всё по рецепту. Это так. Здесь всё по рецепту. Здесь какое-то специальное индивидуальное лекарство не найти. Тебе надо будет выписывать рецепт у доктора. Ну что у нас с аптеками? Оказывается, аптеки – это обычные коммерческие организации, которые расположены на базе продуктовых магазинов, универмагов, универсамов. У нас, ну вот, Walmart, Walgreens, Target – обычная торговая сеть магазинов. На их базе стоит какая-то аптека. Когда ты идёшь на приём к доктору, доктор у тебя спрашивает, где лучше всего вам забирать лекарства. И иногда они уже видят, какой по адресу лучший магазин, ближе, как бы, доступность к магазину. И они сами тебе предлагают. Вот у вас есть то-то, 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 какой вы хотите. Вот наш дом стоит, да, на перекрёстке. Здесь у нас, ну, как минимум, два, две аптеки. И вот ещё на следующем перекрёстке ещё одна, ещё две, ещё две. Получается, у нас в ближайшем доступности четыре аптеки. И меня всегда спрашивают, в какую аптеку вам удобнее ходить. Потому что есть категория людей, которые полностью отрицают посещение Walmart. Есть, которые мне нравятся Target. Но я заметила, обратила внимание, что самая популярная сеть аптек, это при магазинах Walgreens. Walgreens это вообще под собой подразумевает, что если вам нужно распечатать фотографии и сходить в аптеку, значит, вам надо Walgreens. И вот мне муж скинул лекарство. Я его искала минут десять. Не выдержала, подошла потом к фармацевту, да, вот, помощнику фармацевта. И она вообще меня послала в другую часть магазина. И выяснилось, оказывается, я сначала предполагала, что в Walgreens, как бы, вся аптечная часть, она, как бы, в одной части зала скорректирована, составлена, сконцентрирована. Вот. А оказалось, что в Walgreens почти по всей площади магазина, там или в ином месте, раскиданы аптечные лекарства. Вот, например, оказывается, я попросил какой-то крем маленький. Я сначала не могла разобрать, что это. Думала, это помада гигиеническая, потому что я вычитала, что это что-то для полости рта. Ну, думаю, какой крем для полости рта-то? Спросила у этой тетки, она меня отправила в косметику. В косметику. А я там хожу, где лекарства, где антибиотики. И когда я пришла туда, оказалось, что это там, где зубные пасты? Я думаю, может, с зубами что-то. Домой пришла, говорю, что случилось? Все готовы, это американцы. Я, говорит, губу нечаянно вчера прикусил. С другой стороны, да, челюсть здесь вот прикусил. Что-то у меня не зажило. И ради этого я вам поехала, попросила меня съездить в аптеку, купить вот такой огромный крем. И там маленькую пипитку, пипиточку такую здесь замазать. Прикусил. И так было смешно. А так, аптеки – это очень доступная возможность каждому приобрести лекарства, те, которые ему нужны. Потому что очень большой спектр лекарств продается без рецепта врача. Буквально по любому поводу. Даже я общалась с фармацевтом. То есть здесь иммигрант. В прошлом работала в аптеках. И я у нее интересовалась, вот как туда-сюда. Потому что иммигранты на первых парах. Какая страховка? Половина моих знакомых еще никакой страховки не имеет. Это реально сложно. Она сказала, что в принципе она посмотрела, походила. И если ты разбираешься в лекарствах, то тебе, в принципе, и даже не нужен прием к врачу. В доступности есть большой спектр лекарств, лечебных средств, которые содержат антибиотики, которые содержат какие-то другие сильно воздействующие препараты. Но при возможности можно найти все, если ты просто в этом разбираешься. А я-то думала, боже мой, ни туда, ни сюда. Как быть? Ну, слава богу, у нас бог миловал. У нас ничего серьезного не было. Но я знаю людей, у которых были серьезные операции, там какие-то происшествия. То, конечно же, это для них было животрепещуще дорого. Что я еще могу сказать об аптеках? За все время, которое я здесь живу, 5 лет, да, я ни разу не видела зеленку. Но в какой-то один момент я видела йод. Йод в виде карандаша. То есть йод здесь есть. Это когда я еще была не замужем, кто-то где-то что-то мне показывал. Зеленку я не видела, но я слышала, что зеленка тоже есть. Это все доступно. Но в аптечке у американцев ни зеленки, ни йода, ни активированного угля вы не найдете. Абсолютно. Давайте посмотрим, какая у нас аптечка в доме есть. Что у нас первой необходимости? Разворачиваю камеру, идем в ванную. Так, мы с вами попадаем в ванную комнату нашу. Закрываем дверь. И вот у нас за дверью еще одна дверь, вы помните, да? Вот как раз здесь-то мы и храним полотенчики. И все, что надо для ванной комнаты. Да какая у нас аптечка, товарищи? В принципе, по большому счету я вам скажу, что у американцев практически нет никакой аптечки. Вот я сужу по своему мужу. На все случаи жизни, что бы с тобой ни случилось, у них есть просто обыкновенная болеутоляющая. Я не помню, но на основании чего оно. Так. Напроксисодиум. Напроксен. Я не знаю. У них два. Это или Тейлинтеленол, или вот Эвил. Это два болеутоляющих средства, которые они используют на все случаи жизни. Что бы с тобой ни произошло, они сначала это пьют. Мой муж страдает аллергией на холод. Кто не знал, на холод. Вот он до холодной банки дотронется, у него аллергия пойдет. Поэтому вот. С России у меня остался Панадол. Отличное средство. По-моему, здесь тоже я его где-то видела. Утверждать не буду, но, по-моему, я его видела. Тоже болеутоляющие. По-моему, вот это средство от изжоги. Не буду утверждать. Вот это тоже от аллергии. Здесь мы видим, если горлышко опухло, сосательные леденцы. Одно из любимых средств у Феликса, это против ранозаживляющие. Вот если ты поцарапался, или где-то у тебя воспалительный процесс на коже. Вот он этот крем наносит. Так. Витамины. Большое количество витаминов. Фиш ойл. Тут даже не открытая, упакованная. Надо достать. Кальций. Больше я ничего не вижу. У меня на кухне есть куча витаминчиков. Так. Вот вниз опускаем голову. Вот вижу здесь что-то. Здесь не лекарства, а просто ухаживающие средства. У Феликса когда-то была операция. Я, может быть, когда-то расскажу о ней. И очень много средств у него. Бинты, какие-то смазывающие жидкости остались, чтобы рано обрабатывать. И вот у него осталось много таких средств. Здесь никаких лекарств нет. Это просто для обработки. Бинты, какие-то лекопластыри. Также в аптеке покупаем бенды, считали, как лекопластырь. И вот еще одно очень популярное средство при простудах, при других инфекциях, которые употребляют американцы. Это вот Север Коуд Флу. Это от простуды. Вот я ее пила очень хорошее. Вот вся какая аптечка у нас есть. Практически ничего. Я помню в свое время, когда мы сюда ехали, у нас пол чемодана были лекарства. Потому что мы были наслышаны, как тяжело в Америке с лекарствами. И вот сейчас более на протяжении пяти лет я выяснила, что это лишняя паника, ребята. Ерундой не занимайтесь. На первое время, может быть, чтобы вам привыкнуть к тому, что здесь происходит, вам, может быть, понадобятся средства. А так все есть в аптеке. Не надо заморачиваться. Даже если вы покупаете некоторые лекарства без страховки в аптеке, лекарства дорого не стоят. Все относительно. Поэтому я не хочу вас успокоить, что здесь все есть. Вот. Что еще? Мы даже, я помню, через шесть месяцев, по-моему, даже заказывали нам еще с России, присылали лекарства. Я помню, я здесь заболела каким-то простудным заболеванием. Я почти все перепила лекарства, которые у меня имелись в аптечке, все подряд. Я не выздоровела. А сейчас я уже привыкла к тому, к новым правилам. У нас нет лишних лекарств. Если даже что-то появляется, только по делу. То есть вот ты заболел, пошел купил. Вот сейчас Феликс заболел. А вот я вижу эту крему. Феликс заболел, он попросил купить. Температура поднялась. Пошел, купил. Рыджин какой-то. Тачтал крем. Короче, крем для рта. Во рту что-то. Я маленькое видео еще сделала из аптеки. Так, здесь у нас вот пластыри, вазелины. Вазелин один доллар, за два доллара можно купить. Перчатки. Вот наша семья любит бендж. Бендж это лекопластырь. Я, может быть, даже возьму вот такой. Нет, надо другой. Где сто? Вот этот. Сто. Такой всегда берем. Так, непосредственно аптека здесь. Так, а здесь вот уже лекарства. Здесь у нас витамины. Так, здесь тоже витамины. Вот здесь уже непосредственно какие-то лекарства идут. Опять добавки. Здесь сейчас очень модная вот эта спортивная еда. Протеиновые шейки, печеньки. Это тема пакета. Это здесь вот козеины и протеины. Энергоэнергетики. Как от леденцы. А, это уже вот от простуды идет. Когда простуда, вот у меня муж всегда вот это покупает. Сколько стоит, не знаю. Здесь цену не вижу. Но она примерно 15-16 долларов. То есть днем пьешь одни таблетки, на ночь пьешь другие. Эти таблетки, которые пьешь на ночь, они еще и помогают тебе заснуть. Я сама пила. Эдвилл это болеутоляющее, я уже знаю. Теленол, тоже болеутоляющее. Теленол, разные есть дозировки. Но здесь уже больше идут лекарства различного рода. Вот это, если болит, пищеварительная система, я знаю. А вот это, насколько я знаю, это аллергик. Альказальцер, вы все знаете, да? Вот это от изжоги. Так, с теткой идет. Это волокна сейчас очень модно для очищения, чтобы не было проблем с пищеварительной системой пребиотики. Я после аптеки заехала на рынок, купила помидорки. Свои, да? С огорода. И мне положили такой интересный арбуз. Он сказал, что он очень хороший. Это черный бриллиант. Я хотела просто показать вам. Так, я припарковалась, только сейчас увидела, что криво припарковалась. Я хотела вам сказать, вот как готовится у нас к Хэллоуину и вообще к осенним праздникам. Здесь такое большое поле. И оно так декорировано. Расположены специальные каталки, которые ты можешь взять. Иногда, конечно, у них детей возят, но здесь они уже предусмотрены, как просто помогать вам поднимать тяжелые тыквы. Посмотрите, какая красота! Здесь вот можно присесть, сфотографироваться. Смотрите, какой классный видок. Да, сфотографироваться на фоне. Эти тыквы только для украшения, не для употребления. В Америке вообще тыква – это не популярный продукт, который кушают. Это популярный продукт как декор. Такая маленькая зарисовочка у меня получилась. Спасибо, что были со мной. А сейчас давайте направимся к моему холодильнику. Но это уже совсем другая история. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok